староверов снимать как бы нельзя но я вам хотела показать они до сих пор ходят своих видите платьях и кстати вот они нарядные у них платки нарядные рядом вот с этим полем это вудбурни штат орегон и вудбурни находится самая большая комьюнити как это самая большая концентрация староверов в америке то есть они приехали сюда сто лет назад более 100 лет назад и познавались ну а я вам показываю такую красоту смотрите и афай вот здесь траве рассветить это не одет У них яркие платья. У них есть даже свой магазин по пошиву и по продаже тканей и по пошиву нарядов. Видите, парень подпоясан. Го хэд, яйсори. У них подпоясаны все. Мне удалось только что пообщаться со староверами, с ребятами. Одна пара живет на Аляске, а вторая пара живет в Канаде. То есть непосредственно их мужья, этих девочек, они оттуда переехали. Вернее, из России переехали на Аляску и в Канаду. А здесь, сюда они приехали за своими женами. В Удбурн. Потому что здесь большая комьюнити. Они сказали, что на Аляске и в Канаде их гораздо меньше, община гораздо меньше. Я заговорила, знаете как? Вообще было только что очень смешно, потому что они перешли на русский язык. Они говорили... К ним подошла американская пара. Начала спрашивать, почему они так одеты и все такое. Они говорили с ними на английском. А потом они перешли на русском. Между собой начали говорить. Ой, мне так неловко. Я иду, и все на меня так смотрят. В Канаде типа на меня так не смотрят. Потому что они живут только вот в своем этом городочке маленьком. И там все такие, соответственно. И я ему сказала, вы что, не представляете. И даже я сама как бы влезла в разговор. Я говорю, вы что, даже не думайте, вы выглядите потрясающе. Я не могу от вас глаз оторвать. И хорошо, что вы бережете вот эти вот традиции. В общем, такие очень приятные. Поздравили мы друг друга с Пасхой. Они, конечно, немножко обижены на православных. Позапрошлым году, два года назад, я пыталась... Мы проезжали с Петей мимо староверческой церкви. Это была Пасха тоже. Я увидела православный крест, вышла. И я подумала, что это православная церковь. Мне было интересно, потому что здесь у нас только одна православная церковь, русская, куда можно ходить. И всё. Я когда вышла... И я была в джинсах. Понятно, что я в церковь не собиралась так заходить. Но я не сразу поняла, что это староверческая церковь. Они меня не пустили даже к себе на территорию. Ко мне подошла женщина сразу. Она, женщина сразу же начала говорить о том, что у нас свой дресс-код есть. То есть, ну, в таком духе. Села за столик отдохнуть. И вам быстренько расскажу историю. То есть, ко мне подошла... Вернее, не подошла. Я поздравила, сказала... Поздравила со светлой Пасхой. И она сказала, что это именно русская староверческая церковь. Что у них есть свой дресс-код. И в церковь они меня не пустят. Даже если я приду в обычной юбке. Ну, то есть, как мы привыкли уже, да, православные. То есть, у них обязательно должна быть своя форма одежды. Но я не претендовала. Мне просто было интересно. Но она со мной как бы... Я не могу сказать, что она со мной мило поговорила. Но она со мной как бы поговорила, объяснила. Она знает церковь, в ту, в которой я хожу. У нее муж похоронен. То, что у нее муж был православный. А она вот именно старовер. То есть, другие ко мне... Ну, так, очень... Ну, не агрессивно. Нет, нет. Нельзя сказать, что это агрессивно. Но не доброжелательно. То есть, воспринимают они, конечно же, нас в штыки. Дети. Они здесь в основном занимаются у каждой семьи. В этой комьюнити, в этой общине. У них своя земля. Где-то, насколько я знаю. Потому что мы покупаем ягоды. Клубнику, малину. Я покупаю только у староверов. Потому что они ничего не добавляют в землю. У них это натуральное хозяйство они ведут. То есть, они в этом плане очень молодцы. Кстати, в Америке нигде нельзя найти листья хрена для соления огурцов. Так что у староверов они есть. Я всегда к ним приезжаю. То есть, они мне всегда дают и вообще угощают. Но они, конечно... У них земля. Они занимаются земледелием. Они в этом плане очень молодцы. Огромные. У всех много земли. Они, конечно, большие труженики. Чему им низкий поклон. Я, конечно, по возможности стараюсь покупать ягоды и фрукты в сезон только у них. Также, общаясь со староверами, у меня есть несколько знакомых. Они, как я еще раз повторюсь, они немножко на нас обижены. Приглашают, конечно же, в свою церковь. Но, как они сказали, на порог. Только на порог. То есть, в саму церковь они меня не пустят. У них есть тоже какая-то церковь. Она такая больше рассчитана на туристов, скажем так. Ну, не на туристов, а для того, чтобы американцы ознакомились с их культурой. И там отдельный вход и за стеклом. То есть, ты стоишь за стеклом. То есть, вот такая там зона. Зону сделали. Я там ни разу не была. Я все собиралась, 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 собиралась. Но одна я как бы туда не поеду, скажем так. Вот вам немножечко про староверов. Показала вам их. Летом, надеюсь, что пойду к ним ягоды покупать. У них, кстати, самые маленькие детки. Вообще, маленькие. Прям, я не знаю, 6-7-8 лет они стоят и торгуют ягодами. То есть, пока их родители на грядках это все дело собирают, они торгуют этими ягодами. Поэтому, в общем, они труженики. Они труженики. Их американцы уважают, очень сильно уважают. Они называют их Russian Old Believers. То есть, американцы, кто имел дело с ними, кто когда-то работал с ними, или когда у них покупал продукты, то американцы их, конечно, очень, очень уважают. Это что я могу сказать о них. Вот так вот. А теперь пока-пока. Еду я домой. Хватит уже. Нагулялась.